Спасибо вам! Или сидят на диете, или сядут на диету. Галя Сидорова почему решила похудеть? Стала вылазить из маршрутки, ноги из маршрутки вынула, руки и голову вынула, а все остальное в дверь не пролазит. Галя стала дергаться и протащила маршрутку на себе. Метров двадцать. Водитель узбек оглянулся, ему показалось, что в салон лезет что-то большое и страшное. Он закричал, ай, пришел, бабай! И выпрыгнул в окно. А ночью, что было, Галя сидела на кухне в потемках и ела борщ прямо из кастрюли, не вынимая ее из холодильника. Тут заходит муж, включает свет, а она заметалась по кухне, как таракан. Муж Миша испугался, долго матерился в спальне. Галя надела эротическое белье и пошла загладить вину. Миша к тому времени задремал. Открыл глаза. Увидел в темноте над собой Галю. И заорал, не ешь меня, жирное чудовище! А утром сказал, Галя, ты у меня прям жрица. Она говорит, что жрица любви? Говорит, не, просто жрица. Жрешь много. Последним толчком послужила фраза из одного французского романа. Тело у женщины должно быть таким, чтобы душе не хотелось его покидать. Утром Галя привела домой сварщика и за бутылку водки он заварил дверку холодильника. Потом купила платье 36 размера и повесила над телевизором, чтобы было к чему стремиться. Утром она сделала три наклона. И спросила, Миш, у меня животик еще виднеется. Миша честно сказал, Галя, у тебя кроме пуза вообще ничего не виднеется. Галя заплакала. Говорит, Миш, ну я уже как китайца ем палочками. Говорит, Галя, не обманывай себя. Ты палочками нагребаешь больше, чем шуфельной лопатой. Миш, Миш, а если попить ягоды год же? Говорят, сильно омолаживает и худеют. Миша твердо сказал, не надо. Тарасов попил эти ягоды. Омолодился страшное дело. На работу теперь ходит с горшком. Через неделю Галя сообщила, что быстро можно похудеть при помощи холода. И три сянца всего 50 тысяч. Миша подумал и сказал, Галя, совершенно бесплатно можешь постоять около дома вместо снеговика. Никто не отличит. А ведро и морковку я тебе обеспечу. Через неделю Галя пришла счастливая. Вот новая формула расчета веса. Я посчитала, не такая я уже и толстая. Миша проверял Галиной расчеты минут 40. Потом сказал, Галя, с таким весом рост у тебя должен быть 6 метров 43 сантиметра. Через день Галя сообщила, начинаю пить зеленый кофе. Говорят, можно скинуть 5 килограмм за неделю. Миша сказал, Галь, у нас на работе один мужик поел зеленой колбасы. За два дня скинул 23 килограмма. Через неделю Галя закричала, Миша, нашла диета просто фантастическая. Называется Монте-Карло. Жир рассосется моментально, если есть только черную икру. И запивать ее шампанским мадам Клико. Как ты на это смотришь? Миша ласково погладил Галю по голове и сказал, Галя, это очень опасная для здоровья диета. У тебя от нее морда тряснет. Галю спас китайский чай для похудения. Если кому интересно, сорт называется стремительный бобер. Выпиваешь пол чашки и сразу устремляешься. Муж Миша смотрел на худую, как удочка, жену Галю. А в голове у него крутилась фраза из одного русского романа. Женщина должна выглядеть так, чтобы ее хотелось съесть, а не накормить. Алексей Цапик. Все женщины рождаются ангелами. Все без исключения. Мужики, ну похлопайте. Не мне, а женщинам. Вот вспомните женщину в первый год ее жизни. На руки взял легкая. Кожа бархатная. Пяточки розовые. Увидела у тебя на рубашке чужую губную помаду. Агу, агу и спать. Норковая шуба ей до лампочки. Всем телом рада памперсу. Погремушку подарил счастье. К чужому на руки не идет принципиально. Вы мне скажите, куда это все девается через 30 лет? Когда-то чудный Зиновий Высоковский подарил мне такую историю, коротюсенькую папа. Почему у евреев национально считают по матери? Моня, потому что только мама точно знает, кто отец ребенка. Женщины, они вообще много чего знают точно и умело это используют. Вот знаменитая женская фраза в 3 часа ночи. Коля, ты лучше всех. Как этого Колю начинает колбасить? Как ему рвет крышу? И только один мужик из миллиона не потеряет головы и спросит, Дуся, а сколько было этих всех, которых я лучше? Только женщина все равно выкрутится. Потому что мозг у нее устроен так, как будто он вообще никак не устроен. Просчитать поведение женщины невозможно. Одна рога наставит, попадется, извинится, все. Все, как бабка отшептала. Больше не попадается. Другая наставит, попадется, извинится, все. Все продолжается в том же духе. Наставила, попалась, извинилась. Наставила, попалась, извинилась. Иногда так замотается, что извиняется еще до того, как наставила. Мозг у женщины хоть и меньше, но значительно изощреннее. У меня один знакомый ходит, всем соседям рассказывает, «Мужики, во вторник уезжаю в командировку на три дня. Три дня буду в пятницу вечером. Во вторник в десять утра». Я его жене говорю, что он с ума сошел? Она говорит, не гавкай, все правильно. Я сама всех предупредить не успеваю. А вот от счастья мужчины и женщины глупеют одинаково. На пороге ЗАГСа одна невеста говорит, что я их увазил, ты знаешь, хочу тебе вот накануне признаться во всех своих романах. Он говорит, что, сдурела? Ты же в прошлый понедельник мне призналась, я тебе все простил. Говорит, Вася, не сбивай, это последняя информация. Я вам хочу сказать так. Часто задают вопрос. Вот женщина. Кто первый из женщин на этой земле был счастлив? Ева. Потому что, когда она пришла к Адаму вся из себя, массаж, Шанель, Герлен, она сначала расстроилась страшно, потому что Адам был страшненько. А что вы хотели? Первый блин. Но Адам был первым, кто взял ее на руки. А это для женщины и есть счастье. Вы знаете, я про Сочи хочу. Бесконечно об этом городе можно говорить. Отпуск на море всегда счастье. Счастье начинается со сборов в дорогу. Мой знакомый поехал в Сочи, с собой взял самое необходимое. Полотенца, плавки и таблеточки. Таблеточки. Те самые. Как говорит мужик в рекламе, а что, а вдруг? Петрович, когда про эти таблетки услышал, стал конючить у жены. Вер, дай пять тысяч, а? Куплю нам с тобой китайские таблетки. Это какие таблетки? Мань-вань, хочу-чувань. Китайский домкрат. Буду тебя удивлять. Дай пять тысяч на домкрат, а? Выпросил, дала. Петрович, две таблетки этого домкрата Хачачуваньского засадил, глазки прищурил и началось. Перекопал двадцать соток огорода. Выкопал колодец. Причем копал до тех пор, пока снизу не стали кричать «Камарадос, буэнос, винидос!» Куба приветствует российских шахтеров. Жена Вера мне потом рассказывала, удивлена. Потому что в интернете про этот хачачучувань писали совершенно другие вещи. А вот женщины собираются на море, как, как, как дал бы три чемодана шмоток на неделю. Приехали. Сочи. Пляж — это кусочек рая. Между сушей и морем. Между чебуреками на обед и промыванием желудка на вечер. А мужчины на пляже. Посмотрите на этих красавцев. Татуировки, волосатые спины, безразмерные животы. Самым красивым считается живот, который плавки скрывает целиком. Он встал с песка, а море полчаса не может заполнить эту ямку водой. А что делается с мужчинами, когда мимо проходит женщина на красивых ногах? Хруст мужских шейных позвонков заглушает шум прибоя. А в глазах мольба. Женщина, женщина, ну куда вы? Ну это же я, я. Я ваше сочинское безумие. А что? А вдруг? Женщина на пляже — это фантастика. Купальники сбивают с ног. Иногда такое ощущение, что на женщине только загар родинки и складочки. На всех пляжах мира наши женщины самые красивые. Нет, конечно, кто-то скажет, да у нее же целлюлит. Товарищи, целлюлит — наше народное достояние. Как нефть и газ. Бедная женщина себе целлюлит не заведет. А нашим мужикам не надо никаких заморских ребрышек. Потому что об ребра только поцарапаешься, а рядом с этим плодородием и отдохнешь, и выспишься, и нервы себе успокоишь. Храни вас, Господь, жирненькие вы наши. Мне особенно нравится наблюдать, когда из моря выходит женщина, у которой шестой размер груди. На берегу прекращают компризничать даже самые вредные мужики. Только шо сидел, трепал жене нервы. То ему пиво теплое, то море холодное. А тут увидел, глаза в пучок, сопит, что-то там сам себе фантазирует. Одинокого мужчину на пляже можно вычислить по глазам. Он охотится. Некоторые мужчины специально обгорают на солнце, чтобы женщины их пожалели. Когда женщина жалится и скажет, пошли что ли ко мне? Я намажу вам спину сметаной. Счастливый мужчина делает вот так. Пляжные романы, они такие стремительные. Вы последняя за мороженым? Да. И через пять минут они у нее в комнате. Девушка, сколько времени? Да. Женщина. А с женщиной, черт побери, конечно же, да. Я уже не думал, что отдохну по-человечески. На всех пляжах мира наши туристы самые безбашенные. Два наших туриста в Ютьюбе выложили ролик, как они дрессировали дельфинов. Дельфины стоят на хвосте, прыгают через обруч, значит, делают сальто, а потом они этим дельфинам голову в пасть засовывали. Самый первый комментарий к ролику. Мужики, я по специальности океанолог. Это не дельфины. Это тигровые акулы-убийцы. Профессор Сидоров. Ответ. Профессор, не боись, все нормалек были выпивши. Не нужно удивляться, что на тех пляжах, где купаются россияне, стали появляться седые акулы. А парашют, который привязывают к тебе, потом к катеру, и мотаются вдоль берега. Недавно в Лазаревской на таком парашюте летала шпалоукладчица Люся из города Череповца. Ей же сказали никаких полетов, просто покатают на катере. Когда она взлетела, там с небес летели такие маты. Но самое страшное началось, когда она спустилась с небес и начала разбираться с хозяином аттракциона. Мужик убегал по воде, а кипосуху. Только вот удивительное дело, какими бы роскошными не были женщины на пляже, какими бы удивительными не были закаты, восходы, шашлыки, самые прекрасные на пляже — это дети. Они не стараются быть красивыми, они и так прекрасны. Они или молча копаются в песке, или орут на весь мир от счастья в воде. И от этого детского смеха и крика наш пляж становится похожим на рай. И пусть так будет всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ Идет корова. Вся такая растрепанная-растрепанная, но счастливая. Помолодела лет на 20. Все у нее спрашивают, корова, корова, ты откуда? Она говорит, от верблюда. Завтра опять к нему пойду. Среди мужиков тоже есть такие, дай нам Бог здоровья. Их называют ходоки. Их именами не называют улицы и площади. Их именами иногда называют мужа. Мужики, мой вам совет. Если вас назвали чужим именем, отзовитесь, не пожалеете. Конечно, там, где заботливый муж, ходоку делать нечего. Одному мужику зимой говорят, то ли твоя жена гуляет, он говорит, пусть гуляет, она тепло одета. Некоторые говорят, эти ходоки разрушают семьи. Ерунда. Однажды муж вернулся из командировки и утром сунул жене сто долларов по привычке. А она взяла тоже по привычке. Потом оба орали, как резанные, до развода. А у этой женщины в шкафу сидел ходок, он вылез, забрал у мужа сто долларов. Говорит, что ты орешь? Она же у тебя эти деньги взяла с испугу. Ну, ты же сам понимаешь, не за что там платить сто долларов. И вообще, посидел, послушал, вам друг с дружкой нужно рассчитываться мелочью. Помирил он их, живут душа в душу. Некоторые возмущаются, откуда эти ходоки берутся. Потому что некоторые мужики вообще отказываются жениться. А которые женятся, в основном пересиживают около телевизора. Их, видите ли, укачивает. Мне один ходок рассказывал, как-то попал он к Вере Серафимне, улица Весенняя, дом 46, квартира 12. Ох, где укачивает. Он не мог дождаться, когда муж придет. Когда Вера Серафимовна заорала, а та с муж пришел. Этот ходок 10 минут орал, «Ура! Ура! Ура! Ура!» И даже принес мужу тапочки. Я вам скажу больше. Ходоки – единственное спасение для женщин. Мужик вернулся из командировки. Все, обыскал, подходит к жене. Она лежит на диване и говорит, «Вовчик, не было никого. И теперь ты будешь отдуваться за всех». Опытного ходока можно отличить сразу. Новичок первым делом хватается за шампанское. Ветеран этого делого первым делом уточняет пути отхода. Форточки, окна, мусоропровод. В экстремальной ситуации мусоропровод лучше метро. И на свободе, но и на старуху бывает проруха. Мне один рассказывал, в Волгограде пришел к барышне. Форточки приоткрыл, мусоропровод почистил. Все нормально. Когда муж утром заявился, стал ломать дверь, этот спокойно оделся, обулся в форточку. Внырь, а он перед этим пять лет жил в деревне. От многоэтажек отвык. А тут восемнадцатый этаж. Лети не хочу. Он летел, летел, потом занялся самовнушением. Машет руками, говорит, «Я сам очкодятла, я сам очкодятла, я сам очкодятла». И над самой землей пошел, 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 пошел. Он потом рассказывал, «Эти дятлы такие нахалы». Еле отбился. У ходоков жизнь не сахар. Сколько их оставили свое здоровье на чужих балконах. Поэтому большая просьба к мужьям. Вернулся домой раньше времени. Позвонил. Стой, жди. Дай человеку одеться, обуться, попрощаться. Чего дверь ломать? Сегодня ты дашь уйти мне. Завтра я дам уйти тебе. Вообще нам надо беречь друг друга. Нас, ходоков, осталось совсем, ничего остальных укачивает. А к своей жене нужно относиться очень бережно, нежно и ласково. Чтоб однажды на вопрос, «Зин, ты откуда?» Она тебе не ответила, «Отверблю, да». Мы на работе пирожки ели. Сначала вроде ничего. А после 14-го пирожка что-то так тревожно стало. Неясность какая-то в организме. Съел еще три пирожка, все стало ясно. Побежал. Дверь дергаю, оттуда голос нашего директора. Администрация нашего предприятия приветствует вас. Рады сообщить, что с сегодняшнего дня услуга платная. Вход 100 рублей. Я даже забыл, зачем пришел. Говорю, как 100 рублей? Там делов на 70 копеек. За 100 рублей можно в музей сходить. Директор говорит, не настаивай. Идите в музей. Я говорю, товарищ директор, войдите в мое положение. Он говорит, а вы войдите в мое. Жена сказала, если я не куплю норку и шубу, она меня удавит. Вы же не хотите, чтоб жена меня удавила? Я говорю, очень даже хочу. И тут меня осенило, иностранцы уж не откажут. Я ногами пошлепал, вроде ушел. Потом подбегаю, говорю, о, русишь, туалетишь. Да здесь фантастишь. Тук-тук. Директор говорит, гуден так. 200 евро. Я говорю, ты что, с дуба упал? Молчи. А мне уже совсем худо. Я говорю, гадина, у меня нет 100 рублей. Он говорит, сходите в банк, оформите ипотеку. Я говорю, я кошелек дома забыл. Он говорит, можете сбегать домой, я подожду. Я говорю, так ведь 17 остановок на троллейбусе. Он говорит, вы сейчас в таком состоянии, что добежите быстро. Я как рванул. Пробежал 16 остановок, понял, что не добегу. Вернулся. Дверь дергаю. Администрация нашего предприятия. Я говорю, товарищ директор, там комиссия приехала, сейчас будут бухгалтерию шерстить. Директор говорит, я эту комиссию сам вызвал. Значит, сейчас побежит бухгалтерия. Смотрите, чтоб вас не затоптали. И тут до меня дошло. Я взял ручку, бумажку, написал пару слов, подсунул под дверь, а дверь шваброй подпер. Я говорю, через минуту, как он стал оттуда рваться. Сидоров, ты что, ненормальный, что ли? Кто это придумал? Выход отсюда 300 рублей. Я говорю, горячо приветствую нашу администрацию. Не хочешь, не выходи. Слышу, шлёп-шлёп, вроде отбежал, потом подбегает, говорит, тук-тук, бонжур. Я говорю, даже не думай, 400 евро. В тот же день директор все платные услуги отменил. Мы это дело отметили, вечером стали расходиться по домам. Подходим к двери, закрыто. И тут голос директора, администрация нашего предприятия приветствует вас. С сегодняшнего дня уход с работы 200 рублей. Пошли к директору ругаться, а у него на кабинете написано, посыл директора матом 100 рублей. За 20 минут мы собрали 40 тысяч. Я вам скажу только одно. Норковую шубу своей жене он сможет купить сразу, как только оттуда вернётся. Я ходу через скверик, смотрю, под деревом лысый мужик стоит. Чё-то верёвку намыливает. Я говорю, ну ты себе место выбрал. Сейчас только начнёшь, замучают советами. То намылил слабо, то завязал плохо, то висишь криво. Он говорит, не надо меня отговаривать. Тут старичок подходит, а у лысого спрашивает, кто ж тебя так учил верёвку намыливать? Зараза ты косорукая. А ну дай сюды. Потом говорит, ну ты себе и мыло нашёл. Яичным понятно, чё мыть. А у тебя дуру. Судя по названию, турки им себе голову моют. Лысый говорит, какое было, таким и намыливаю. Я за всю жизнь столько и заработал, что на верёвку да намыло. Я у него спрашиваю, где ж это вам так хорошо платили? Тут женщина подходит, мужчины, я смотрю, вы тут верёвками торгуете. Дед говорит, нет, дочка, мы тут любопытных вешаем. Акционерное общество Петля Нестерова. Жена спрашивает, а почём вешаете? Дед говорит, первых троих по 30 рубчиков, потом пара 50. Лысый стал требовать, немедленно верните верёвку. Дед говорит, верёвка это не главное. Главное, что дерево ты себе выбрал не солидное. Женщина говорит, точно не солидное, вы мучиновидный, вам больше подойдёт висеть на тополе. Лысый говорит, на тополе я уже пробовал, аллергия замучила. Пока залез, морда так отекла, что в петлю не пролазит. Я говорю, я вот книжку читал, одна женщина очень удачно легла на рельсы. Попробуйте, если у вас нет аллергии на шпалы. Он говорит, на рельсы я уже ложился, а поезд той самой головы свернул. Машинист был сильно выпивший, в тоннель не поехал, боялся, что не попадёт. Решил угол срезать, рванул через озеро, только брызги. Я спрашиваю, от воды? Он говорит, нет, брызги от боржи. Они боржу переехали, со спиртом. Гед говорит, целая боржа спирта. Это ж получается в озере была чистая водка. Надо было сразу нырять, похлебал бы. Тут парень с девушкой идут, парень говорит, Натаха, приколись, вот тот лысый сейчас будет в шнурок запрыгивать. А девушка кричит, лысый, не тормозись, не керсни, оттянись со вкусом. Лысый заплакал, стал верёвку сматывать. Дед говорит, мыло не забудь. Домой придёшь себе дуру помой. Лысый говорит, как вы меня все, ну, короче, задолбали своими советами. Взяли мы верёвку и пошли дальше жить в нашем общем дуру. АПЛОДИСМЕНТЫ Рано-рано утром в понедельник жена Сашки Боброва на целую неделю уехала в командировку. Он её проводил, перекрестился, позвонил соседке. Соседка пришла сразу, дело житейское. Лежат они на диване. Соседка вся из себя такая видная. 110, 110, 204. Лежат, улыбаются, особенно Шурик. Тут звонок в дверь. Шурик пока перелез через 204. К двери подошёл не сразу и культурно так спрашивает. Кого там? Ну, в смысле, кто там? А из-за двери голос жены. Это я. Бобров стоит, счастье полные шлёпанцы. А сам не верит. Кто там? Шурик, это я, Вера. Бобров спрашивает, что, неделя уже закончилась? Она говорит, у нас самолёт поломался. Ползал, ползал, кругами так и не взлетел. Открывай. Тут соседка на диване проснулась, смотрит Шурика рядом. Нет, стала его звать. Шурик, ку-ку, ку-ку. Бобров смотался в комнату, попросил соседку, чтобы она не гавкала. И в смысле, не куковала. Она спрашивает, почему? Шурик говорит, потому откуковались, жена вернулась. Ты не могла бы улезть в форточку? Соседка говорит, я попробую, подсади. Шурик, как мог, подсадил. Всё-таки 204. К двери вернулся и спрашивает, женщина, чего вы тут раззвонились? Дома всё равно никого нет. Жена спрашивает, а кто у вас там кукует? Он говорит, это в часах кукушка рожает. Жена спрашивает, а вы кто будете? Шурик говорит, автоответчик. Минут через 10 жена опять позвонила, Шурик спрашивает, кто там? Жена говорит, ещё раз спросишь, кто там? Там и останешься. Шурик подумал и честно спросил, там кто? Тут жена как заорёт, бобров, а ну открывай. У Шурика со спугу перемкнуло, и он ляпнул первое, что пришло в голову. Мамка никому не велела открывать. Жена чуть не упала. Какая мамка? У тебя что, белая горячка? Шурик говорит, у меня никого нет, я один, тётенька. Она говорит, я сейчас проверю, дяденька. Жена выбила дверь с первого раза. Ну, там было, чем выбивать. У неё же 140, 140, 290. Было ещё в восьмом классе. Шурик голову руками прикрыл, ждёт, когда убивать будут. Жена стоит, молчит, на окно смотрит и крестится. А там в форточке 204 застряло. Вера спрашивает, кто там? Шурик говорит, не знаю, наверное, ветром занесло. Вера догнала мужа только на ипподроме. Спасибо. Есть очень древняя легенда. Один мужик шёл, 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 шёл и заблудился. И увидел женщину и сказал, женщина, ты не могла бы проводить меня домой? Она сказала, да, могла бы. Мужчина сказал, ты, наверное, мой ангел-хранитель, если знаешь, где я живу. А женщина сказала, алкаш ты несчастный, я твоя жена, а ты уже три часа ползаешь вокруг дома на четвереньках. Наши жёны, вот кто наши ангелы-хранители. Вы храните нас всю жизнь, водку пивом не запивай. Моей маме не груби, а то она тебя грохнет. Молоко огурцами не закусывай. Увидел красивую женщину, зажмурься. Если меня нет дома, ты пойдёшь к соседке, перед этим обязательно выпей молока и закуси огурцами. Женская логика убивает. Утром собрался на работу, надел футболку, там джинсы, кроссовки. Жена говорит, ну чё ты оделся, как я не знаю кто. Одень костюм, рубашку. Одел костюм, рубашку, галстук. Минуты три смотрел, а потом говорит, и куда это ты такой весь из себя намылился? Женщины. Женщины, они удивительные. Мне товарищ рассказывал, к нему подошла сотрудница, говорит, Миша, я беременная от тебя. Он говорит, ты чё, сдурела что ли? Мы же с тобой даже ни разу не... Ты чё, с ума сошла? Он говорит, чё ты орёшь? Я сама в шоке. Только женщина может повесить на двери сельского магазина объявление «Ушла на обед, вернусь, когда наемся». Мужчины и женщины, они такие разные, как мужики объясняются в любви, а? Родненько, солнышко, выходи за меня замуж. А женщина как объясняется в любви? Коля, я беременная. Всё объяснилось. И всё-таки нас к ним тянет, потому что столько у женщин отрицательных качеств, что мы всё время пытаемся узнать, чё там ещё. Это же удивительно. Вот смотрите, женщина, она всегда загадка. Перед свадьбой замучает вопросами «А как мы будем то? А как мы будем это? А как там? А как тут?» А вы у ней попробуйте спросить. Тань, как мы будем жить? Скукожилась, сгорбилась, притаилась, потому что готовит для нас сюрприз. У меня товарищ, у него тёща, 77 лет, академик, профессор, открыла в физике что-то такое, что до сих пор никто не может закрыть. Вилкой и ножом ест даже йогурт. Её дядь мне рассказал, на даче её укусила пчела. Я, говорит, никогда не думал, что бабка в 77 лет, профессор, академик, будет так громко ругаться матом. Некоторые женщины такие капризные, постоянно жалуются на плохие жилищные условия, квартира им маленькая. Я просил десятка-два знакомых, практически в каждой семье у жены есть отдельная комната. И в этой комнате она веселится и оттягивается, как хочет. Хочет, борщ варит. Хочет, посуду моет. А какие они мстительные. У меня у товарища разошёлся он с женой, она у него, жена-терапевт, через полгода пошёл взять справку в РЭО для того, чтобы на права. Она в этой справке, знаете, что ему написала? В результате бытовой травмы задета не только кора головного мозга, но и его древесина. К автомобилю не подпускать. Недавно прочитал в интернете, всех женщин можно поделить на две категории. Ужас, какая дура и прелесть, какая глупенькая. Красиво, но самое удивительное, об одной и той же женщине в один и тот же день это можно сказать раз в двести. То она прелесть, какая прелесть, то просто ужас, какой ужас. И все-таки, вот удивительная вещь, нам-то от них деваться некуда. С первой до последней минуты пребывания на этой земле рядом с нами двое. Женщина и Господь Бог. Женщина все время пытается нас переделать. Господь на это смотрит и грустно улыбается. А как ему не улыбаться? Вы только вдумайтесь в гениальную женскую фразу «Коля, я не думаю, я знаю». Спасибо большое. Вот такая вот история для всех, все болельщики. Женщины на футболе об этом можно рассказывать часами. Даже если будет играть сборная мира, мужики все равно будут смотреть не на поле, а на женщин, которые сидят рядом на трибунах. Потому что сборная мира это всего лишь 11 мужиков в трусах. А женщины на трибуне это 20 тысяч мини-юбок, 20 тысяч декольте, 20 тысяч нога на ногу, нога на ногу, нога на ногу. И все медленно облизывают мороженое. А когда особенно жарко на некоторых женщинах из одежды только шарф с надписью «Спартак чемпион». А бедные футболисты мотаются по полю, про мяч забыли, с поля только слышно «Мужики, беги сюда! Какие ноги! Пацаны, давай сюда! Какие тети!» Помню стадион «Динамо». Слякать, дождь, только начали играть, тут голос женский с трибуны. Мальчики «Да ну я нафиг этот футбол! Пошли в сауну!» «Через секунду на поле остались только штанги!» А вы слышали, как наши женщины страстно болеют? Я сидел на стадионе, во время матча, когда играла ЦСКА, там одна женщина, она положила весь стадион. «Что она вытворяла?» «О, Березуцкий, левее!» «Дубья правее!» «О, Дзагоев!» «О, да здесь фантастиш!» «О, я, я!» Стадион сидел парализованный. Женщины, вот они настоящие фанаты футбола. Мой сосед Толик пошел на футбол с женой, она у него болеет за «Спартак», страшное дело. Когда Наташка узнала, что свекровь болеет за «Динамо», она... Ну, короче, нет у ней больше свекрови. Не знаю, как там насчет женщины на корабле, но женщина на стадионе радует глаз и душу мужчины. Особенно, когда сидит на трибуне декольте, мини-юбка, нога на ногу, мороженое медленно, а потом вдруг встанет и скажет «Мужики, да ну я нафиг этот футбол, пошли в сауну». Такой монолог пластического хирурга. Красота — это страшная сила, поэтому наш институт красоты недавно передали Министерству обороны. На следующий день приехал прапорщик и повесил над входом плакат «Наш институт красоты ждет вас, уроды! Работать трудно, оно интересно. Недавно звонит женщина «Можете сделать фигуру 90-60-90?» Я спрашиваю «А сколько сейчас?» Она говорит «Ну, почти столько же. 190-160-190». Некоторые пациенты стараются сэкономить. Одна женщина пришла подтянуть лицо и спрашивает «Доктор, а можно сделаем подтяжку только спереди слева?» Говорит «Можно только спереди слева?» «Тогда рот у тебя будет сзади справа». Некоторые сильно капризничают. Одна пациентка разрез глаз меняла раз десять. То он и к ногам не подходит, то с новым копчиком не смотрится. Я психанул, говорю «Слышь, ты определяйся, а то я тебе сделаю разрез, как в Древней Греции». Она спрашивает «Это как?» Я говорю «Очень просто, соединю оба глаза, будешь циклопом». Она с перепугу выбрала самый дорогой разрез, называется «Японская вишня». А там же одни щелочки, через них ни черта не видно. Неделю ходила, лицом дверь открывала. А когда ей сказали «Сколько эта вишня стоит», глаза из орбит вылезли и вместо вишни японской получился арбуз астраханский. А какие мы делаем замечательные носы с узкими ноздрями для тонких пальцев, широкими для толстых. А зубы мы теперь делаем с запахом. фиалка, лаванда, ленорда, место стаит. Одна женщина заказала себе зубы с запахом коньяка. Теперь ходит счастливая. Мужики на губах так и висны. Часто спрашивают «Бывают у вас чрезвычайные ситуации?» Да, конечно, бывает. Один хирург работал на подтяжке ушей, женщинам ушки подтягивал, а в свободное время работал в ветеринарной клинике. Собакам уши обрезал. Ну, сидит он как-то на работе, к нему женщина пришла, он что-то был уставший, думал овчарку привели и сделает этой жене уши стоечку над головой. Фасон называется «Ко мне Мухтар!» Она еще и «Доктор, что вы там делаете?» Он «Сидеть, Найда!» Она потом подала на наш институт в суд, сидит в суде, дает показания ушами туда-сюда, 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 туда-сюда. Прокурор этими ушами так загипнотизировался, что товарищи теперь слово предоставляется потерпевшей Найда Фас. Нет, действительно, к нам приходят такие страшилища, крахается даже прапорщик на проходной. Уходят такие красавицы, что прапорщик на них смотрит и говорит исключительно по-французски. Красота это страшная сила. Взяли водочки, выпили, стали искать чем закусить, не не нашли. Выпили за то, чтобы найти чем закусить. Поискали. Опять не нашли. Опять выпили. Тут Березкин говорит, видимо, закусить нам сегодня не судьба. Потапов говорит, кстати, о судьбе. Я могу судьбу предсказывать по фамилии. Березкин, вот как твоя фамилия? Березкин подумал, говорит, Березкин. Потапов говорит, печальная фамилия Березкин. Уже первые две буквы Бе говорят о том, что ты долгие годы будешь бедным. После Бе у тебя идет рез, значит, потом будет резко хуже. а окончание кин говорит, в конце концов, о том, что тебя кинут. Видимо, на ценных бумагах. Березкин спрашивает, да откуда у меня ценные бумаги? У меня дома даже туалетная закончилась. Выпили мы за то, чтобы у Березкина туалетная бумага опять началась. Потапов говорит, продолжим наши предсказания. Леха, а у тебя какая фамилия? Я говорю, нормальная Гундякин. Потапов говорит, печальная фамилия Гундякин. Тебя Лех тоже сильно кинут. Но самое неприятное, что фамилия твоя начинается на букву Г. Я спрашиваю, в смысле, что буду страдать глистами? Потапов говорит, Г в том смысле, что в него и кинут. Выпили мышек, никого при этом не запрызгало. Потапов говорит, Лех, попробуй поменять фамилию, у тещи какая? Я говорю, артистическая, Гунтюк. Потапов перекрестился, говорит, я бы не рискнул. А как фамилия у соседей? Я говорю, давай выбирать вместе. На первом этаже Вовка Вовка Тюрягин, сёстры Голозадовый, Миша Попрошайкин, на втором Боря Разенхрен. Потапов говорит, печальная фамилия, Разенхрен. Последние буквы говорят, я говорю, не маленькие, сами понимаем. Ты лучше скажи, счастливые фамилии у нас в стране попадаются. Он говорит, очень счастливая фамилия Потапов. Выпили мы изо всех, Резкин поискал, чем закусить не нашёл. Говорит, а у нас один прапорщик умеет прошлое предсказывать по жене. Мы с Потаповым аж перестали искать, чем закусить. А он продолжает, приводишь к нему свою жену, оставляешь, через неделю приходишь, и он тебе рассказывает, что у тебя было в прошлом. Потапов говорит, обычно такие удивительные способности у человека открываются после стресса. Берёзка говорит, правильно, стресс имелся. Этот прапорщик после учений пришёл домой, сел обедать, налил водки, поднял стакан, а рот найти не может. Чуть не умер. Потапов спрашивает, то есть водка есть, а рта нет? Обычно бывает наоборот. я бы умер. А чем кончилось? Берёзка попал в реанимацию, спасибо врачам, месяц боролись за его жизнь, потом разглядели, что он забыл снять противогаз. хотели мы выпить за российскую медицину, но водка уже закончилась. Поискали закусить, не нашли и решили, что насчёт счастливых фамилий у нас пока ещё как с закуской. Пока ещё не судьба. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Выхожу недавно из гастронома, из продуктов купил только самое необходимое бутылку водки. Смотрю, вроде как кино снимают, прожектора, камеры, ко мне подходят лысые, говорят, мы снимаем рекламу зубной пасты. Давайте я к вам подойду и скажу, а вы знаете, что у вас во рту много бактерий? А вы скажете, неужели? И от удивления выроните из рук сумку. Я говорю, я сумку выронить не могу, у меня там водка. Лысый говорит, замечательно, будет просто прекрасно. Бздынь! Я говорю, давай рассуждать логически. У меня сейчас есть бутылка водки. Лысый говорит, и бактерии во рту. Я говорю, да сколько эти бактерии выпьют? А если я водку бздынь, то у меня останутся одни бактерии. Лысый говорит, да куплю я вам водку, сниматься будете? Я говорю, давай рассуждать логически. У нас с тобой есть бутылка водки. Лысый говорит, и бактерии. Я говорю, да бактерии они всегда, водка не каждый день. Я эту бутылку разобью, ты бутылку покупаешь, и у нас с тобой в жизни ничего не меняется. Опять бутылка водки и бактерии. Лысый говорит, я, наверное, пойду. бутылку, я говорю, погоди, следи за ходом моей мысли. А вот если я свою водку разбивать не буду, а ты купишь еще одну, у нас с тобой будет две бутылки. Лысый говорит, и бактерии. Я говорю, да если ты еще пиво возьмешь, бактерии от удивления сдохнут. Лысый говорит, я, наверное, пойду приглашу сниматься на того мужчину в шляпе. Я говорю, не самый лучший выбор. Насчет бактерий не знаю, но водки у него нет точно. А со мной тебе просто повезло, у меня и бактерии и водка, а у тебя деньги на вторую бутылку. А твой в шляпе, судя по цвету лица, пьет одеколон. В таком случае у него во рту нет ничего, ни зубов, ни бактерий. Лысый говорит, я об этом не подумал. Я говорю, как результат, съемка срывается, тебя из телевидения выгоняют, ты приходишь ко мне, а водки у меня уже нет, и у тебя нет уже денег, и у нас с тобой есть только что? Лысый говорит, бактерий. Я лысый подумал, говорит, а если я возьму водку, а твою разбивать мы не будем, ты будешь сниматься? Я говорю, да. Лысый говорит, значит так, мы кладем наши две бутылки на лавочку, я подхожу, говорю, а вы знаете, что у вас во рту много бактерий? ты неужели? Я говорю, неужели? Я кричу, неужели? Потому что вижу, что нашу водку с лавочки украли. Лысый подумал, потом, а если мы сначала водку выпьем, а рекламу будем снимать потом? Я говорю, разумно. Эту рекламу мы с лысым снимали две недели. бактерии от такого количества водки просто ошалели. Следующую рекламу мы хотели снимать с этим вот мужиком лысый такой бегает, мистер мускул, но он сейчас сниматься не может. У него на лысине перхоть, видимо, от водки. Летом на пляже кого только не встретишь. Гуляев встретил на пляже обезьяну. Обезьяна ходила по пляжу в синем купальнике. На одном плече у обезьяны висел в хлам разбитый фотоаппарат, на другом плече в хлам пьяный фотограф. На груди у обезьяны висел плакат «Люди, нам надо похмелиться». Гуляев обезьяну стало жалко, и он сфотографировался сначала с обезьяной, потом с фотографом. Через три дня Гуляев вернулся в Москву и начал разбирать чемодан. Из чемодана выпала фотография, на которой Гуляев обнимал мартышку в синем купальнике. Жена увидела фотографию «Люди, и как-то даже удивленно спросила «Опаньки, вот как мы отдыхали». Гуляев аж поперхнулся «Люк, надень очки, это ж мартышка». Жена говорит «Я и без очков вижу, что не Шерон Стоун». Гуляев говорит «Люба, на Шерон Стоун у меня не хватит денег». Люба подумала и тихо сказала «Гуляев, на Шерон Стоун у тебя вообще ничего не хватит». А потом ехидно спросила «А чего ж такая страшненькая-то, а? Если б не ты, она с такой рожей такая кочурилась в девушках». «Слава Богу, нашелся маньяк». «Ты там один, наверное, такой дурак был на все Черное море». Гуляев опять обиделся «Люба, ты не права, но пляжи с ней многие». «Теперь растерялась жена». «Шо, вот это вот чищобище у вас там пользовалось успехом? Шо ж вы там пили?» Гуляев хотел объяснить, но тут получил чемоданом по голове. На звук чемодана об голову из спальни с улыбкой вышла теща. «Наконец-то! А я все жду, когда начнется. Люба зыркнула на тещу «Мама, уйдите!» Теща говорит «Ничего, доченька, я крови не боюсь!» Люба стала объяснять «Мам, он себе в отпуск и завел мартышку!» Теща наклонилась и подняла с пола вторую фотографию, на которой Гуляев обнимался с пьяным фотографом. «Доченька, да тут не мартышка, тут целый гамадрил!» «Зичок, зачем тебе гамадрила целовать?» «Неужто на курорте девки закончились?» Гуляев выхватил фотографию тещи из рук и впервые в жизни обратился к ней на «вы!» «Мама, вы что, в фонарели?» Жена опять удивленно сказала «Опаньки! Как мы еще и с гамадрилами зажигаем!» Гуляев рухнул на колени «Люба, это не то, что ты думаешь, это друг мартышки!» «Ему не на что было похмелиться!» «У нас ничего не было! У меня была учительница из Сызрани!» Теща перекрестилась «Слава тебе, Господи!» «А еще кто?» Гуляев стал вспоминать «Ну, еще две продавщицы из Улан-Удэ!» Теща радостно закричала «Ес!» Потом из Подольска прапорщик Теща побледела «Как прапорщик? Какой прапорщик?» Гуляев говорит «Галя зовут!» Теща облегченно выдохнула «Молодца! Так держать!» Жена надела очки внимательно рассмотрела обе фотографии и тихо сказала «Ладно, Гуляев, пока живи!» Про этот случай в семье Гуляевых стараются не вспоминать только вот когда Гуляев долго смотрит футбол Теща иногда подойдет и тихо спросит «Зитек, ну чего ты все на мужиков глядишь?» «На кой тебе эти гамадрилы?» «Давай лучше поглядим лебединое озеро там такие девки пляшут» Гуляев покорно выключает телевизор и смотрит «Лебединое чтоб оно высохло озеро» Виктор и жена его Зина смотрели сериал про турецкий гарем Виктор мысленно сравнивал красавец в гареме с женой на диване по красоте она занимала твердое второе место после старшего палача Сулеймана Виктору нравилось как в гареме обращались к падишаху «Мой господин приказывай мой повелитель я вся горю» Лично к нему жена Зина обращалась более сдержанно «Козел очкастый! А ну-ка быстро вынес мусор!» Когда в очередной раз прозвучало «Мой господин слушаю повинуюсь» Виктор тихо сказал «Зин учись как надо разговаривать с мужем» Жена Зина также тихо сказала «Еще раз гавкнешь неделю будешь сидеть без телевизора месяц без обеда и до нового года без секса» И он вроде как в шутку сказал «Стража возьмите эту женщину и заточите ее в темницу и тут в комнату вбегают два бородатые бугая в шароварах с саблями хватают жену Зину за руки за ноги и уносят Виктор только успел спросить «Куда?» Бугаи рякнули «В темницу господин! как ты приказал!» Честно говоря Виктор сначала подумал что это его так вставило с бутылки пива но жена исчезла реально а в кухне кто-то кричал «Ах ты нехороший женщин! Шайтан! Зачем обидел наш повелитель? Сейчас тебе будем делать секир башка!» А потом кто-то начал точить саблю Виктор закурил вмешиваться не хотелось в счастье не верилось прямо на глазах открывалась масса возможностей на всякий случай он решил подстраховаться «Стража!» в комнату влетел бородатый бугай «Чего изволишь господин?» «А что там делает шайтан Зина?» Бородатый доложил «Шайтан хулиганит!» Борода выдергивает Сулейман в окно выбрасывает Виктор прервал «Казните ее!» «Только не говорите что я приказал а то она меня грохнет потом найдите ее маму и отдайте на растерзание хищникам!» «Да все забываю спросить у нас этот как грем функциклирует?» «Голова ни у кого не болит?» Бородатый поклонился «Мой господин они не знают что такое болит голова?» «Кого из пятидесяти ваших наложниц привезти?» У Виктора никогда в жизни не было такого богатого выбора У Виктора вообще никогда в жизни не было никакого выбора И он осторожно попросил «Приведи пожалуй всех!» И тут в комнату стали входить наложницы от такой красоты у Виктора разбежались не только глаза но и мозги он распахнул дверь спальни и сказал «Первые десять заходи!» «Первые десять зашли!» Остальные сорок наложниц начали разминаться Виктор на всякий случай решил подстраховаться «Стража!» влетел Бородатый «Казнили!» Бородатый упал на колени «Не получается!» «Одну голову рубим три вырастают!» «Три рубим девять вырастают!» «Как дракон огнем дышит!» «Сулейман ухо бил!» Виктор спросил «А что теща?» «Бросили к хищникам!» «Бросили, мой господин!» «В клетку к тиграм!» «Твой теща стал на них рычать!» «Кричать!» «Козел обзывать!» «Шкура снимать!» «А чем кончилось?» спросил Виктор Бородатый грустно сказал «Мой господин! нет у тебя больше тигров!» Ясненько сказал Виктор «Закуйте обеих в кандалы и бросьте в синее море, а я буду в спальне!» Наложницы встретили Виктора аплодисментами таких оваций тем более в спальне не слышал никогда Виктор стянулся майку шагнул к кровати но на всякий случай решил подстраховаться стража влетел бородатый утопили? Никак нет! Топим топим всплывают ничего не понимаю Виктор грустно сказал «А что ж тут непонятного? Люди они такие!» Он вошел в спальню оглядел всю эту красоту и тут кто-то из жен сказал «Мой повелитель козел очкастый!» Жены исчезли перед ним стояла жена Зина «Козел очкастый! Опять дрыхнешь!» А ну быстро встал вынес мусор Виктор взял ведро с мусором вышел на лестницу и тихо позвал «Стража!» из ведра выглянул бородатый с саблей «Слушай, мой господин! Стража, может, попробуй вечером заточить ее в темницу, а?» Бородатый побледнел «Грохнет она тебя и нас вместе с тобой человек она такой!» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас все очень лечатся много кто-то лечится по больницам кто-то в санаториях а люди кто побогаче едут за границу и там происходят с нашими людьми совершенно удивительные вещи Некоторым за границей помогает У Анны Ивановны болела спина не могла ходить где-то прочитала что спину хорошо лечат в Монголии поехала на вокзале стоят два монгола она спрашивает у вас спину лечат они говорят у нас забрали у Анны Ивановны 20 тысяч рано утром вывели в поле дали мешок и сказали чтоб до вечера собрала три тонны брюквы она спрашивает а когда спину перестанут чувствовать монгола говорят а как всю брюкву соберешь сразу перестанет Анна Ивановна потом рассказывала брюква сотворила чудо в первый же день к вечеру забыла что у нее где болит как рванула домой она из Монголии до Москвы своим ходом доскакала за 15 часов обогнала два поезда у похлебкина был нервный тик начался во время брачной ночи молодая жена напугала разделась а похлебкина не предупредила он он как увидел как начал труситься ну ему сказали что нервный тик лучше всего лечит в Ташкенте поехал заплатил 20 тысяч местные врачи халаты надели теплые и и сунули похлебкина в ящик со змеями а сами пошли кушать плов пришли только через две недели когда плов кончился за за все это время похлебкин не то что не труханулся ни разу не моргнул сидел столбиком весь нервный тик как рукой вылечили похлебкина его уже второй год каких только женщин не показывают и одетых и раздетых не труханется не моргнет сидите столбиком наша гулькина лечилась в Индии от обжорства она туда приехала весила 180 килограмм от нее в зоопарке гориллы шарахались оттуда приехала 20 килограмм вместе сливчиком рассказывала два йога забирают у тебя 20 тысяч завязывают тебя в узел уши за спину ноги за голову руки под себя кладут тебя на коврик а перед тобой ставят тарелки со всякими вкусностями сидишь смотришь балдеешь развязывают только через месяц гулькина теперь на еду даже смотреть не может то ли диета помогла то ли потому что йоги ее не до конца развязали рон моисеевич ездил в израиль лечился грязями мертвого моря помогло сильно раньше у него были проблемы с памятью сильно мучился чтоб все забывает а после грязи никаких проблем забыл да и фиг с ним а коля бабенко ездил в камбоджу лечился от алкоголизма у них там очень интересная методика заходишь в комнату там стоит бутылка виски стакан и женский хор наливаешь пьешь хор поет наливаешь пьешь хор поет там весь секрет в том что чем ты больше пьешь тем хор поет громче ни один алкоголик больше трех бутылок виски такого концерта не выдерживал не то чтоб бросали пить бросали даже радио слушать нашего Колю Бабенко они лечили два месяца виски таскали ящиками а хрип лепеть четыре хора и все таки человеческий гений победил Бабенко всю их клинику пустил померу он оказался первым кто догадался налить хору а вот Аллочка Звягинцева в отпуск ездила к маме в деревню сидела на какой-то новой супер пупер диете молоко сало яйца хлеб из печи пироги со смородиной прибавила десять килограмм но каждый из этих десяти килограмм ну такая прелесть вот вы мне скажите какой смысл лечиться ведь когда помираешь справку о состоянии здоровья все равно никто не требует да не мучайте вы себя этими диетами кушайте что хотите и радуйтесь этой жизни потому что каждый из дней этой жизни ну такая прелесть рассказ от лица зятя вчера иду по квартире смотрю теща на диване сидит и улыбается что-то мне так тревожно стало я спрошу мам что радуетесь она говорит такой хороший сон приснился вроде мне сделал предложение вождь африканского племени я говорю бедный мужик он же будет мучиться она спрашивает мучиться в смысле жить поживать я говорю мучиться в смысле есть поедать я еще дойдите вы олигарх хренов она со мной на вы и называет олигарх потому что у меня зарплата на 37 рублей больше чем у нее пенсия тут жена моя подошла и говорит мама опять вы его обзываете олигофреном смотрите накаркаете не прокормим потом мне говорит олигофрен то есть Олег мы с мамой решили послать тебя заплатить за квартиру мама такие большие деньги нести боится я говорю да кого твоей маме бояться теща бегудями на голове пошевелила и говорит маньяков всяких я говорю мама да с вашей внешностью вы запросто можете работать маньяков и водителем теща в зеркало глянула поправила грудь у колен и говорит если сон про африканского вождя сбудется я приглашу вас к себе на свадьбу в Африку я спрашиваю в качестве первого любимого зятя она говорит нет в качестве второго блюда и сунула мне в руки квитанции я эти квитанции заглянул но мне ж интересно сколько там берут с нас с олигархов за свет за газ за унитаз потом начал все это складывать сначала складывал в уме молча потом на стенки шепотом потом на полу матом потом перевел все это в доллары потом в евро потом в пиво потом обратно и говорю теща культурно так на вы говорю мам вы что поезд она говорит нет я говорю а что ж вы тогда тронулись тут в квитанции такие цифры как будто вы платите не за одну двухкомнатную за месяц а за весь наш подъезд пожизненно теща говорит сколько нам сказали столько я написала я спрашиваю если бы вам сказали удавить любимого зятя вы бы удавили теща стоит улыбается жена гитария олег мама шутит я спрашиваю какие шутки вот тут написано газ 230 я не против что в комнату твоей мамы подавали такой дорогой газ но где результат почему ты до сих пор не сирота короче пошел я разбираться по оплате может действительно теща что-то напутала запятую не там поставила за тепло берут столько что внутри все просто холодеет а за мусор они с нас требуют как будто они этот мусор не увозят а привозят и каждый день свежий в общем поговорил я я там с ними сурово выдал по первое число и про газ и про унитаз они мне говорят идите домой платите и не гавкайте а то выселим и даже примерно указали в каком направлении выселят ну правда так культурно на вы заплатил я пришел домой теща меня увидела сначала пожалела пожалела шепотом потом вслух потом пожалела громко и с матом потом волокордину мне накапало говорит на сынок я спрошу мам вам оставить она говорит допеешь сам олигарх выпил я сел подсчитал мы за нашу двухкомнатную квартиру в год платим столько что наверное можно купить два футбольных клуба Челси получается что теща накаркала и я на самом деле теперь олигарх и что-то мне так тревожно стало мы ехали на гастролях я лежал на верхней полке а внизу разговаривали бабуля кавказец и интеллигент в очках они говорили о самом дорогом что есть в этой жизни о своих болячках старушка радостно доложилась курорта еду у них там хорошо артрит лечат кладут в грязь пускают туда пиявки очкарик спросил ну и как старушка сказала сначала не очень но потом терапевт напился и вместо пиявок пустил в грязь акулу я как рванула молодец сказал кавказец значит артрит прошел сынок прошел не то слово я 20 лет ходить не могла а тут за 3 часа доскакала до Монголии меня еле догнали на верблюдах а мужчина который со мной в грязи лежал ты не поверишь сынок он взлетел и полчаса летал над грязью как орел кавказец кивнул верю мы этот мужчина знаем мы его называем летающий джигит он однажды от своей тещи прятался полчаса над аулом летал летит и кричит я в доме хозяин я в доме хозяин очкарик тихо сказал я с курорта тоже еду от блох избавлялся старушка спрашивает господи где ж ты блох то нахватался очкарик сказал вы не поверите познакомился с одной женщиной и у нее на диване нахватался кавказец заявил верю брат верю мы этот диван знаем женщина зовут Зина работает парикмахерская у нее блох и просто звери очкарик сказал у меня дома пианино погрызли старушка спросила сынок а как тебе лечили очкарик стал рассказывать кладут в грязь и пускают туда бабка спросила не уж то пиявки пиявки они пускают когда им денег дашь а когда не принесешь денег они хихикают и пускают акулу старушка хитно спросила и докуда ж ты мелок скакал очкарик тихо сказал вы не поверите но когда блохи увидели что акула меня догоняет блохи схватили меня на руки и за 20 минут донесли до финской границы кавказе сказал я тебе верю у нас на кавказе много удивительных вещей около нашего аула была поликлиника три года не могли уборщицу найти и переименовали поликлинику в грязь лечебницу а рядом есть замечательный источник приходишь ночью как только ты в него вошел женщина через 9 месяцев родит ребенка бабка спросила как это приходишь в источник красишь губы прическа делаешь залезаешь и говоришь я пришел и что спросила старушка и все приходит Ибрагим Магомедович и решает все вопросы очкарик вынул из кармана фотографию вот моя жена Дуся хочу отвезти к вашему Ибрагим Магомедовичу кавказец посмотрел на фотографию вздрогнул и решительно сказал не надо сам лечи тем более что Ибрагим сейчас болеет видать утомился спросила бабка нет мать хуже пошел гости к женщине ночью звонок Ибрагим хотел прятаться под кровать а там старушка спросила неужто акула хуже мать под кровать ее муж сидел жене сказал что на три дня командировка поедет сам под кровать спрятался три дня не мог вылезти живот мешал он за эти три дня такого наслушался очкарик а мне сосед жаловался пришел к доктору говорю доктор вылечите меня я вам денег заплачу доктор только предоплата кавказ сказал правильно говорит у меня племянник доктором работает тоже возмущается лечишь человека лечишь потом лежит в гробу делает вид что тебя не узнает старушка гордо сказала у нас в москве врачи замечательные я пришла доктор ноги не ходят руки не держат спина не сгибается голова не соображает он без всяких анализов поставил диагноз написал бабки трандец кавказец говорит по секрету скажу мы хотели соединить лечебные возможности грязи лечебницы Ибрагима и акулы запустили в грязь акулу потом стали опускать туда Ибрагим Магомедовича старушка спросила ну и как там Ибрагимушка вырвался теперь летает над аулом нецензурно выражается и всем нам на голову как это сказать по-русски старушка говорит говори как есть мстит он вам мстит очкарь говорит а я вот точно свою жену Дусю к вам отвезу кавказец вспомнил фотографию вздрогнул и сказал брат не надо Ибрагим твою Дусю увидеть совсем улетит и тут старушка сказала а я вот мечтаю поскорей бы дожить до склероза говорят что когда склероз начинается приходит полное счастье потому что человек забывает про все свои болячки и все в купе хором сказали поскорей бы склероз а кавказец сказал но чтобы до склероза дожить нужно быть очень здоровым человеком мой сосед Иван Степанович дочь Клюбу замуж выдал утром после свадьбы сидим ждем когда молодые появятся выходят молодожен идет еле еле за забор держится ага укачало Степанович спрашивает дети как прошла брачная ночь молодожен говорит папа можно я буду спать с вами угробит она меня Степанович вся в мать пошла ничего сынок втянешься зятек говорит я пока втянусь копыта отброшу мне под утро снился начальник кладбища вроде звал к себе вера Степанович все ясно первый зять комом как будем возмещать моральный ущерб зятек дяденьки только отпустите возместю сколько с меня за одну ночь Степанович аж подпрыгнул как это за одну ночь одна брачная ночь считается как две полярные ну короче расстались по-хорошему молодожен перекопал Степановичу огород сорок соток до обеда управился люба бежит вся сияет папа выхожу замуж а рядом прапорщик десантник здоровый такой был перед свадьбой придет бывало к Степановичу папаня мы да мы всех ну наверное сам себя сглазил потому что свадьбу отгуляли третьего а пятого десантник что-то занемог начал глохнуть Люба его в спальню зовет а он вроде не при делах надеясь дерево залезет скворечник спрячется курит и свистит а через неделю приходит Люба вся заплаканная в руках держит своего десантника тот лежит в берете маленький худенький худенький глаза до погоны стерся и тихо это так десантник говорит папаня не поминай лихо я тебе буду снится и сынок ты бы отцу что оставил все-таки неделю тут толкался родня к вечеру приехали два прапорщика сгрузили вагон картошки уже почищенной только мы со Степановичем развод отметили подарки рассортировали Любушка бежит сияет себя папа нашла Степанович говорит ну этот то хоть орел Люба кричит орел и не простой а горный сглазила она своего орла как последнего попугая или климат ему наш не подошел через неделю выходит горный за стеночку держится а глаза такие степные степные отец не справился ошибка вышла попробую загладить ошибку материально ровно через три дня орел пригнал Степановичу Мерседес прямо с завода прямо с конвейера прямо вместе с немцами не успели выпрыгнуть из салона а недавно опять свадьбу гуляли невеста по традиции Степаныча дочка а жених сын мой колька две недели проходит Степаныч прибегает ведь Лех что будем делать молодые уже две недели из спальни не выходят я говорю слава богу что не выходят значит нравится им там значит любят они друг дружку чего я вам всем и желаю у нас на работе обычно все спят тихо а вчера бухгалтер Сидоров спал спал вдруг как начал кричать Ветеран Мухин говорит, бай-ю-бай, сынок, спи спокойно, бай-ю-бай, дедушка рядом. Сверидов опять, братцы, женщина раздевается, что делать? Попов говорит, везет же людям, такой сон и в рабочее время. Ветеран Мухин говорит, мне в молодости тоже голые женщины снились на партийных собраниях. Бывало, спишь, а тут ей Клара Цеткин и Роза Люксембург. Попов спрашивает, ну и как, расскажите? Мухин говорит, сынок, извини, не могу, партейная тайна. А Сверидов опять, блузку снимает, за бретельки взялась. Я рёт же, блин, нашёлся футбольный комментатор. Взялась, отпустила, сняла на дело. Такое не всякое сердце выдержит. Ветеран Мухин спрашивает, Сверидов, ты глянь, это случайно не Клара Цеткин? Если шо, передай привет, она меня должна помнить. И тут Сверидов замолчал, как воды в рот. То есть там что-то происходит, а мы тут же без информации. Такое не каждое сердце выдержит. Ветеран Мухин откусил пряник вместе с зубами. И говорит, сам глядит. И плевать ему на товарищей по работе. Надо его будить, мы тут, понимаешь, вкалываем, не разгибаясь. А он сны разглядывает. Сверидов вскочил, подбежал к окну, тычет рукой в форточку, говорит, уже почти голая. Мухин говорит, кто? Сверидов говорит, да вон же, крановщица, голая. А напротив нашего окна, вот вчера, строители поставили кран. Мы смотрим, а в кабине этого крана крановщица. И хоть сквозь стекла кабины видно не очень, чтобы отчетливо, но отчетливо видно, что она уже почти голая. Минут через двадцать сумел заговорить только Попов. Он говорил, как после инсульта. Ах, даже гадский Сверидов не мог раньше сказать. Мухин говорит, а потому что хотел все сам взглядеть. Что-то я не пойму, что она делает. Сверидов яростно зажипел, стриптиз она делает, не мешайте. Ветеран Мухин прижался носом к стеклу. Так, знаешь, вот ты какой, стриптиз. А нам раньше говорили, что это происки капитализма. А тут красота-то какая. Жаль, музыки не хватает. И Мухин тихонечко затянул. Ой, ты зима морозная, ноченька яснозвездная. Скоро ли я увижу? Попов говорит, скоро увидишь, скоро. Самое интересное начинается. Мухин заволновался. Где? Где самое интересное? Ах, все они мои, все они, все они новые мои. Сверидов поправил очки и тихо сказал, не гавкайте, мешайте видеть. Ветеран Мухин скомандовал, товарищи, поддержим девушку. И мы все дружно грянули хором. И я на солнышке лежу. Ну, видимо, этими песнями мы крановщицу испугали. И она начала потихонечку одеваться. Ветеран Мухин отпал от окна, угостил всех валидолом. И устало сказал, вот так и жизнь человеческая. Не успеешь разглядеть, а уже и ничего и не видно. Жаль, только резкости было маловато. И тут я вспомнил, что у меня в шкафу лежит старый бинокль. Я схватил и навел его на кабину крана. Через минуту ветеран Мухин тихо сказал, Леха, что там происходит? Леха, не молчи, ответь земле, Леха, что в кабине? Я говорю, оделась, помахала рукой, всем привет. Ну, не мог же им сказать, что крановщицей на нашем кране работает здоровый лысый мужик. Косаяся Жень в пузе. Это ж получится, что два часа эротических фантазий коту под хвост. А такое не каждое сердце выдержит. И вот в самой середине ночи Зоя Кузюкина вскакивает и кричит своему мужу, Кузюкину Николаю. Вася! Муж пришел, уходи! А Кузюкин Николай тоже вскакивает и кричит своей жене Зои. Понял, Лида. Позвоню завтра. И в чем был, прыгает с лоджии. А был он, чтоб ему не давило, в чем мать родила. Летит он, в чем мать, вдоль своего дома и думает, «Интересно, от кого же я сегодня прыгаю? Лида вроде живет на первом этаже, а тут лететь, ого-го! Ну, лететь ему правда было, ого-го, потому что квартира у них была на 11 этаже. Летит Кузюкина, думает, что ему теперь делать? А сосредоточиться мешают соседи по дому. Вместо того, чтоб спать, они все на лоджии повылазили. Сосед на 10-м, например, что-то читал. Он увидел пролетающего Кузюкина и спросил, «Простите, это вы на крыше антенну устанавливаете?» «Ага», — ответил Кузюкин. «Ну, вы и время выбрали. А, кстати, куда это вы собрались?» «Я, что ли?» — спросил Кузюкин. «Я вниз, за плоскогубцами». «Ну, бог в помощь», — сказал сосед, и Кузюкин полетел дальше. На 9-м этаже женщина вешала белье. Она увидела Кузюкина и закричала, «Ноги подбери, белье попачкаешь!» «Извините», — писнул Кузюкин и проскользнул между мокрыми пододеяльниками. На 8-м этаже на лоджии курил бородатый мужчина. Он увидел Кузюкина и очень ему обрадовался. «Мужик, ну и хрен тебя понес сегодня по бабам?» «Сегодня ж день повышенного травматизма!» Кузюкин смущенно развел руками. «Да так уж получилось!» «А ты кто будешь по гороскопу?» — спросил бородатый. «Стрелец». «А чё, тогда не отстреливался?» Кузюкин решил на прощание пошутить. «Да я отстреливался, только муж попался в бронежилете». Бородатый оживился. «Вове дал одно к одному. И у мужа бронежилеты лететь тебе высоко. А муж кто будет по гороскопу? Раньше не знаю, но теперь точно козирок!» Ответил Кузюкин и полетел дальше. На 7-м этаже его облаяла собака. Кузюкин гавкнул в ответ, и собака посидела. На 6-м целовались мужчина и женщина. У Кузюкина аж слезы навернулись от такой любви. И жить опять захотелось. Но он вдруг услышал, как женщина сказала, «Ну всё, додик, лезь к себе на лоджию». Сейчас заявится мой Винни-Пух. «Пху!» — плюнул Кузюкин. И тут же услышал снизу «Я тебя плюну, козёл!» На лоджии 4-й этажа стоял Лысый в трусах. Лысый вытирал голову и грозил Кузюкину кулаком. Кузюкин обиделся. «Лысый, ты кого козлом обозвал?» «Это ты российского десантника козлом обозвал?» «Голубого берета оскорбил?» Далеко внизу в скверике кто-то радостно закричал «Голубые, голубые летят!» «Наконец-то!» На втором этаже на лоджии сидели две старушки и пели «Катюшу». Кузюкин прикрылся и поздоровался. Старушки ответили хором «Здравствуй, голубок!» «Ни как от Кузюкиной летишь!» Кузюкину сделалось нехорошо. «А нет, бабушка, я просто так погулять вылетел!» «Бабушка, а что вы решили, что я от Кузюкиной лечу?» «А с того, милок, что она у нас женщина интеллигентная!» «От других женщин мужики, когда падают, завсегда громко матом ругаются!» «А от Кузюкиной все молчком падают!» «И часто падают!» «По упавшим голосом спросил Кузюкин» «Ну, милый, ночь на ночь не приходится!» «Голый Кузюкин взвился на одиннадцатый этаж и влетел в спальню» «Зоя, это какой еще такой Вася?» «Это какие такие мужики от тебя по ночам молчком падают!» «Зоя открыла один глаз и молча посмотрела на мужа!» «Голый Кузюкин заглянул в этот глаз, поежился и сказал, «Зоя, ну что ты орешь?» «Все мы такие нервные стали!» «Мужики какие-то, Лида, Вася!» «Замерз я, как собака!» «Муж и жена Кузюкины поворочились и уснули!» «Николаю снились кошмары, Зое снился секс!» «Николая собака на седьмом этаже всю ночь не сомкнула глаз и жутко выла!» «Телевизор посмотришь, газеты почитаешь, знакомых послушаешь, у всех столько проблем!» «Вера Степановна завела себе любовника, ну чтоб было кому показать эротическое белье!» «Этот козел спрятался на кухне вместе со своей собакой и из кухни никуда не выходит!» «Потому что оказалось, что у нее аллергия на эротическое белье!» «Только увидит, сразу засыпает!» «И у соседки проблема!» «Ступила себе китайскую юбку, размер вроде ее XXL» «Пришла домой и стала натягивать китайский XXL» «На свою?» «Не налазит?» «Потом сообразила, что китайские размеры нашим размерам не всегда соответствуют!» «У них же даже глаза уже!» «Не говоря про XXL» «Решила на юбку поменять, пришла на швейную фабрику» «А недалеко от нашего дома два китайца открыли швейную фабрику» «В подвале город-дела милиции!» «И шьют там французские юбки!» «Маден лугу!» «Подошла к китайцу и говорит» «Сэр, проблема!» «Ваша XXL на мою XXL не налазит!» «Смотрит, китаец не понимает» «Она говорит, ваше высочество, не налазит!» «Китаец посмотрел на ее XSL, голову руками прикрыл» «Она решила объяснить жестами и стала эту юбку на себя натягивать» «Тут из милиции пробежал майор, а ему показалось, что она юбку не надевает, а наоборот снимает» «Как майор испугался, говорит, женщина, чего вы его провоцируете, их и так полтора миллиарда» «И с детьми не все хорошо» «Сестра пошла на родительское забрание, завуч говорит, всех родителей прошу скинуться на охрану школы» «Сестра говорит, если хотите, я могу совершенно бесплатно разозлить свою свекровь» «К школе тогда вообще никто не подойдет» «Завуч говорит, не верю» «Сестра быстренько разозлила свекровь, привела в школу» «За всю зиму свекровь не пустила в школу ни одного учителя» «А узавуч обглодала циркуль» «У Аллы Сергеевны тоже проблема, ночью просыпается, слышит, а ее муж во сне шепчет» «Лав, лав, дай, дай пас, лав» «Разбудила она мужа, стала пытать, кого он лав и что просит» «И тут выяснилось, муж Аллы Сергеевны больше всего на свете любит нападающего ЦСКА Вагнера «Лава» «А сама Алла Сергеевна, у нее на 875 месте» «Между рвать зубы и стирать носки» «Она решила ему отомстить, завела любовника» «Не, не того, у которого собака» «Он же из кухни не выходит» «Муж, когда узнал, что у Аллы Сергеевны появился, любовник» «Как... как обрадовался» «И теперь во всем надеется на любовника» «А любовник надеется на мужа» «Тоже во всем» «Этот надеется на того, тот на этого» «Алла Сергеевна, как дура, уже не надеется ни на что» «Я понимаю, всех проблем не решить» «Но если кто знает, как помочь хотя бы Алле Сергеевне» «Я вас прошу, подойдите потом за кулисы» «Я вам дам номер телефона» «Алла Сергеевна, женщина красивая, не пожалеете» «верт votre спорте». «Алла Сергеевна, нет, я тебя» «Так что ты рад». «Х saúde». «Она иск analyzing, все есть!